МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Папа может все, что угодно, только папой не может быть. День отцов по-русски. Неблагодарные потомки. В Рязани задержан хулиган, пытавшийся сжечь венки на площади Победы. Украл добро пожаловать в тюрьму. Как на деле работает закон о замене штрафов на реальный уголовный срок. Во многих странах мира в 3 воскресенье июня празднуется Фаттерс Дэй в переводе на русский язык – День отца. Традиция родилась благодаря американке Санури Смарт. Казалось бы, где связь с криминальной программой? В России, к сожалению, на каждом шагу. И папаши у нас далеко не образцовые. Для общего, так сказать, развития немного предыстории. В 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню Матери, американка Санура Смарт подумала о том, что их пятерых малышей после смерти мамы воспитывал отец. Уильям Джексон жертвовал всем ради родительских обязанностей и в глазах детей стал самым мужественным и любящим человеком. Собственно, ему и был посвящен этот праздник. А это наши папаши, которые вспоминают о малолетних детях, только когда наведываются судебные приставы. Многие не помнят не то, что Дни рождений, но и имен. Кажется, единственное, что их волнует – наличие оперативной съемки. И правда, нехорошие люди в форме потревожили покой, да еще на совесть намекают. Те, что похитрее, и вовсе не спешат открывать, как будто железная дверь способна отгородить от любой ответственности. Судебный пристав открыть, пожалуйста. Печальное и жалкое зрелище. Аргументы горе-папаш порой не выдерживают критики. Это ведь не разовый штраф за парковку на минуточку. Детей каждый день кормить и одевать нужно. Ну, у меня мама уехала туда, в Старой Скорбе, в городскую область. Она с моей супругой разговаривала. Вроде, ну, и мама ходила к вам в здание туда, к приставу. Сказали, вроде, было, это, отказ. Отказ от инвенту? Да, сама супруга вроде делала отказ. Потому что мне супруга ничего не сообщала после этого. Добровольные, никаких вы тут не облачиваете, да? Нет, я без работы. Есть жизненная поговорка, что мужчинам дети нужны только от любимых женщин. Глядя на некоторых представителей мужского пола, которые способны найти деньги только на бутылку, лично у меня, как у женщины, возникают вопросы к мамам. По большей мудрости девочки и любви к себе самим. Тогда даже после развода вы сможете сказать ребенку, что его папа достойный человек. Просто не сложилось. Иногда создается ощущение, что люди, пришедшие на городские мемориалы, не очень понимают, где они находятся. Молодежь на веселе или, хуже того, свадебные гости без церемона забираются на вечный огонь и оставляют кучу мусора. Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о злоумышленнике, поджигающем венки у памятника Победы. К счастью, хулиган не успел войти во вкус и был задержан. Им оказался 30-летний безработный мужчина. Толком объяснить, что спровоцировало его на подобные действия, он так и не смог. Ты лучше скажи, что вообще у тебя произошло? Как это вообще получилось? Мне ничего не получилось. Лично мне не раз приходилось видеть, как люди, мягко говоря, неуважительно относятся к памятникам архитектуры или таким святым для горожан местам, как мемориал в честь Великой Победы. Чтобы называться людьми, стоит проявлять побольше уважения к тому, что другие берегут. В конце концов, с таким количеством войн и междоусобиц наверняка и в вашем роду кто-то был достойным защитником. Несколько минут позора в зале суда, одна нелепая фотография перед разоблачающей статьей в газете и взяточник на свободе. Так было раньше. Какой бы штраф ни назначали суровые люди в мантиях, все это было страшилкой только на бумаге. В 2011 году была попытка исправить эту нелепую ситуацию. Президент Медведев подписал закон о введении кратных штрафов за взятничество и коммерческий подкуп. Математика простая. Взял 30 тысяч, а дай 900. Позарился на миллион, верни 70. Неплохая арифметика, если бы она работала. Мера наказания за взятку, она фактически не имела смысла. Ну, есть штраф у него 65 миллионов, и ради бога, он живет себе и не волнуется. Но с декабря 2013 года, когда Верховным судом была четко изменена позиция, и такие штрафы стали заменяться на реальную меру наказания, вот здесь, да, тогда уже, как говорится, здесь уже комментировать-то и нечего. Невозмутимые чиновники и думать не думали, что будут получать реальные сроки за свою любовь к лишней прибыли. В 50-60 лет при таком-то жизненном опыте и, главное, статусе попасть за решетку. Наша область, надо сказать, в рейтинге взяточников занимает не последние позиции. В августе 2011-го Октябрьский суд города Рязани вынес приговор экс-замначальнику отдела урегулирования задолженности налоговой инспекции номер 3 Ирине Сысоевой. Аргументы были явно не в пользу госпоже Сысоевой, которую оштрафовали на 8 миллионов 100 тысяч рублей. Как ни старались, уважаемые адвокаты, уберечь подопечную от наказания не смогли даже они. И, соответственно, в последующем судебный пристав вышел на замену, и суд счел, что все доводы, которые приводились должником и, соответственно, ее адвокатом, они являются неуважительными, и поэтому мера наказания была заменена на реальный срок. Или, пожалуйста, другой пример. Год спустя уже областной суд огласил приговор бывшему главе Пронского района Николаю Максимушкину. Экс-чиновника взяли при получении 48 тысяч долларов, а оштрафовали в итоге на 65 миллионов рублей с оговоркой. Деньги он должен выплатить либо сразу, либо выплачивать ежеквартально равными долями по 3 миллиона 250 тысяч рублей в течение пяти лет. Ну, конечно. А как вам самый громкий приговор по коррупционным делам, когда на скамье подсудимых сидели бывший глава Клепиковска в районе Олег Архипочкин и бывший мэр города Спасклепики Руслан Щепелев? Последнему назначили штраф 38 миллионов рублей, а господин Архипушкин и вовсе стал рекордсменом по этому показателю. Он должен был выплатить 300 миллионов рублей. С одной стороны, замена сумм с такими нулями реальными сроками, безусловно, тоже отразится на бюджете. А с другой – хоть какая-то справедливость. В следующий раз как минимум подумают, прежде чем протягивать руку за купюрами. Хорошо было бы приструнить и дающих, чтобы соблазнов нарушить закон было еще меньше. И немного прозы. 15 июня страна отметила столетие одного из самых известных представителей партийной номенклатуры советского времени, руководителя всемогущего КГБ генсека номер 2 Юрия Андропова. Учитывая наличие в Рязани целого управления, ФСБ мы решили, что будет несправедливо обойти стороной эту дату. «Кто вы, мистер Андропов?» Этот вопрос часто задавали иностранные журналисты, когда правительство СССР внезапно для всех возглавил председатель КГБ. Его личность до сих пор окутана тайнами. Даже после его смерти все попытки ставропольских краеведов найти родственников знаменитого земляка заканчивались неудачами. Как будто две жизни. Одна – публичная в лице мудрого деятеля и политика, другая – закрытая. Отсюда легенда и домыслы. Его назовут самым загадочным руководителем Лубянки с лакированной биографией. Человеком, который заказывал музыку, но не стремился становиться душкой в глазах интеллигенции. За 15 лет руководства ему удалось заметно поднять авторитет своего ведомства в обществе. В те годы КГБ провел ряд успешных контртеррористических операций в отношении разведок США, Франции, Великобритании, Западной Германии и других стран. Именно при Андропове заметно вырос статус КГБ. Были созданы подразделения специального назначения. Чего стоит легендарная группа антитеррора «Альфа» или группа спецназначения «Вымпел». Во все времена считалось, что для них нет невыполнимых задач. Был существенно повышен профессиональный уровень чекистов, оперативный потенциал кадрового состава. Много было сделано для воспитания сотрудников на лучших традициях отечественных спецслужб. Именно при Андропове закрытые документы превратились в публикации и кинофильмы. Даже сегодня трудно поверить, что главный советский КГБшник Андропов, ставший главой всего Союза, был человеком гуманитарного склада и считался идеологом, хотя, в отличие от Черненко, не гонялся за переизданиями своих речей. По его инициативе в стране началась широкомасштабная кампания по наведению порядка и укреплению трудовой дисциплины, которая незамедлительно принесла положительные результаты в виде заметного роста объема производства и национального дохода. Если говорить о громких делах, то это, несомненно, знаменитое хлопковое дело и отстранение от занимаемой должности министра внутренних дел Советского Союза Николая Щелкова, давнего соперника. Во внешнеполитической сфере были достигнуты определенные успехи по противодействию активизации США и стран НАТО в Европе. Заметно оживились идеологические и торговые отношения с Китаем. Были любопытные факты и не из чекистской жизни. Например, его хлопоты о присвоении Смоленску звания «Город-герой» или строительства нового моста через реку Аку у Горького, или содействия в оказании материальной поддержки матери популярной певицы Анны Герман, умершей от тяжелой болезни. Его признавали человеком года и не переставали раскапывать тайны биографии. Это была целая эпоха как для страны, так и для Комитета государственной безопасности. СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ что советский инженер Королев сконструировал тип легкого двухмоторного самолета. В Москве проходят кампании против битья детей и карнавалы похороны ремня. Почти во всех храмах запрещен колокольный звон, а крупнейшим источником средств стала продажа водки. А еще в этом же году в Ленинграде на оборонном заводе «Краснознаменец» с одним из рабочих, который пристреливал оружие, произошел несчастный случай, в результате которого тот потерял правую руку. Сегодня мы расскажем об уголовном деле, которое было закрыто еще в начале прошлого века, когда маньяки и преступники уже были, а специалисты и сыщики еще толком нет. 1930 год. По Ленинграду и пригородам стремительно ползут слухи о появлении неуловимого убийцы. Молва говорит, что сам дьявол вышел на охоту за невинными душами. Эта версия пришлась по душе большевикам, уничтожавшим церкви. Для поимки таинственного монстра в районе пороховых заводов были вызваны сыщики не только из Москвы, но и из лагерей. Те ловили преступников еще в царские времена. Всех погибших, а это были и мужчины, и женщины, объединяли важные факты. Во-первых, погибли они в лесу при схожих обстоятельствах. Отправились погулять или в лес за грибами. Во-вторых, все были застрелены, причем криминалисты выяснили, вместо заводских пуль в патроны были вставлены обточенный под калибр шарики подшипников. Маньяк никогда не издевался над своими жертвами, не пытался их изнасиловать. Всегда только грабил. Причем добыча была такой ничтожной, что как раз это и смущало сыщиков. Однажды он застрелил грибника, у которого взял корзину с грибами. А в очередной раз он решил убить птицелова, который проверял свои силки. Он убил человека только для того, чтобы завладеть клеткой, в которой были пойманные птицы. Александр Лобуткин родился в 1910 году в семье рабочих, в классе, который вскоре станет гегемоном на шестой части суши. Правильное происхождение позволило Лобуткину после достижения им 17 лет устроиться на завод краснознамениц пристрельщикам оружия. В городе он любил щеголевато так одеваться. Он носил шляпу черную с широкими полями, длинное красивое пальто. На военном заводе уже в те времена было работать очень престижно. Александр Лобуткин с детства любил оружие и эту страсть не скрывал. К тому же его отец проработал на предприятии больше 40 лет. Благодаря этим обстоятельствам Лобуткин-младший попал в привилегированный отдел, который занимался проверкой качества выпускаемой продукции. Кто в 30-е годы не делал что-то под девизом коллективизации? Одно из любимых занятий рабочего класса – выкорчевывание пней на месте будущей пашни. В ход шел любой подходящий инвентарь. По одной из версий, в выходной день Лобуткин в составе комсомольского актива завода был направлен на помощь крестьянам. Чтобы быстрее справиться с задачей, он захватил толовую шашку, но во время подрыва лишился кисти правой руки. С таким увечем работать на заводе он не мог. Лобуткину назначили пенсию, как получившему травму на производстве. И по рекомендации районного бюро ВЛКСМ, его взяли на должность паропроводчика на Охтинский комбинат. Лобуткин женился уже после травмы. Его женой стала некая Мария, 1913 года рождения. К тому времени она уже была судима за кражу, но вроде бы исправилась. В те времена приобрести свой пистолет было сложно. Однако Лобуткин сошелся с бывшим коллегой отца, пожилым слесарем. Тот работал на военном заводе еще в царские времена и таскал домой разнообразные детали от пистолетов, гильзы, порох, разные тиски, да и много чего еще. Так что, когда старого слесаря отправили на пенсию, его сарайчике была оборудована вполне приличная мастерская с огромным запасом различных деталей и ингредиентов для кустарного изготовления оружия. У него-то Лобуткин и приобрел револьвер. По старой памяти он все-таки не бросал оружие, которое у него незаконно хранилось. И однажды он с этим оружием пошел в лес, попробовал просто пострелять с левой руки. Но в лесу неожиданно он встретил четырех человек. Было три мужчины и женщины. Воротник одной из жертв вследствие спустя несколько месяцев найдет пришитым к курточке ребенка Лобуткина. Следующая пара погибла за кулек продуктов и валенки. И кто бы подумал, что богаче всех окажется пожилой слесарь. У него преступник забрал деньги, чемоданчик с инструментами и снял золотые коронки с зубов. На его совести уже 12 жизней. Иногда преступник выжидает месяцами, чтобы убить очередную жертву. Иногда за день расправляется сразу с двумя загулявшимися блюсупарами. Но 18 марта 1935 года он совершает фатальную ошибку. Лобуткин, как всегда, подстерег очередную парочку. Мужчину убил сразу, а вот женщина успела увернуться, и пуля прошла вскользь. Когда она очнулась, преступник как раз снимал с ней украшения. Но вот тут произошло странное. Преступник вместо того, чтобы застрелить женщину, назначил ей свидание. А та побежала не в милицию, а к подруге похвалиться, какой симпатичный кавалер ею заинтересовался. К великому счастью, подруга оказалась адекватнее, и личность лесного однорукого монстра вычислили. Кроме его, по делу проходили еще несколько лиц его знакомых, которые знали о совершаемых им преступлениях, но совершили укрывательство убийств. В том числе и его жена Мария, которую он иногда использовал для того, чтобы она подходила к жертвам, отвлекала их, а он мог к ним поближе подойти и произвести выстрелы. А еще мать, которая помогала сбывать краденое, слесарь, поставлявший самодельные патроны, и сосед, который все видел, но молчал. Кстати, последнего осудили на пять лет как раз за то, что не донес. Сам Лабуткин был приговорен к высшей мере особым совещанием. Остальные получили от 20 до 10 лет лишения свободы. Что с ними случилось дальше, история умалчивает. Как сказал Марк Твен, быть хорошим очень изнашивает. Да, это качество не из простых, но определенно стоит того, чтобы его иметь. Удачи вам на ближайшую неделю и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин